На ютубе утренняя молитва в нашей Киевской архипископии, здесь в Петербурге, в этих дней. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Аллилуйя! На веки слава Богу Святому и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, либо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Братья и сестры, приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Приветствую всех-всех-всех с 6 утра. И я провожу такое прямое включение утренней молитвы нашей Киевской архипископии. Сейчас я в Петербурге, вот, и у нас в Киеве буду, даст Бог, в январе уже месяца, вот, буду проводить служения, семинары, которые я предварительно назвал Абба. Абба, значит, папочка, папуленька, папенька. Татуси, в Украине, Татуси. Вот, и сейчас, сегодня, начну со Слова Божьего. Вот, сегодня, читаю, сегодня у нас 18 октября 2018 года, утро, 6 утра, значит, по библейскому счислению. Аллилуйя, доброе утро, слава Христу, Данил пишет, аллилуйя. В библейском исчислении сегодня 9 число лунного календаря, да, месяца Хешван, мы его называем, 5779 года, от сотворения мира. Вот, и читаю из послания к евреям, 13 глава, 20-21 стихи. Послание к евреям, 13 глава, 20-21 стихи. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добрым деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодной Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. 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 Вот это слово, послание к евреям, 13 глава, 20-21 стихи. Шалом, свято пишет семья, шалом, аллилуйя, вашему дому, шалом, всем, кто подключился, шалом, мир вам. И этот стих, 20-й, 13-й главы, посланник евреям, именно так и начинается. Иегова, шалом, Бог мира. Иегова, шалом, значит, Господь, Создатель, и Он есть Творец мира. Как в той песне поется, помните, старый такой, Творящий мир в небесах. Аллилуйя. Валентина пишет, доброе утро, драгоценные дети Божьи, омытые кровью Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Иегова, шалом, Бог мира, написано. Воздвигший из мертвых, Он воскресил пастыря, овец. Мы овцы словесные, стадо Его. Он единый пастырь наш. Хотя здесь, на земле, конечно, у нас есть пастыри, у нас есть служители, да, мы именуемся пастырями. Но есть пастырь и начальник, есть самый главный пастыр над всеми нами. А все мы, и пастыри, и посомы, мы все овцы стада Его. Аминь. Доброе утро, Таня пишет. Слава Иисусу. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Пастыря овец великого. Вот так красиво здесь, вот мне нравится в этом переводе синодальном. Пастыря овец великого, кровью завета вечного. Это прям аж, вот знаете, вот прям, это перечитываешь этот стих и просто, ну, наслаждаешься. Все-таки вот в этом переводе синодальном, вот есть красивые такие фрагменты и очень удивительные, точные фрагменты. И вот это один из самых прекрасных фрагментов, как раз синодального перевода. Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Его шалом начинается так. Бог мира. Господь наш есть Бог мира. Вот, и среди вот этого мира, окружающего нас, будем так говорить, в русском языке, миром мы называем сразу и то, и другое, и третье. В зависимости от, как бы, того, что мы хотим обозначить. В советское время был популярен лозунг такой, миру, мир, писали. Миру, мир. Ну, в принципе, хороший лозунг-то. Правда, сейчас я так слышал уже, что он уже назван экстремистским, этот лозунг. По крайней мере, мне прислали фотографии в Москве и здесь, в Петербурге, арестовывали людей на митингах, которые просто держали вот такой лозунг. Миру, мир. То есть, это посчитали экстремистским лозунгом. Хотя, на мой взгляд, здесь ничего такого экстремистского нет. Наоборот, мы желаем этому миру мир и мир Божий. Я не знаю, какой мир желал тот человек, которого арестовывали, но в Писании говорится, действительно, что мир – это благо, мир – это хорошо, война – это плохо. Библия говорит как раз об этом. И даже если в этом мире все шиворот-навыворот порой, знаете ли, вот, то, значит, то точки над «и» все расставляют именно Божье Слово, которое неизменно, которое всегда неизменно. И Божье Слово действительно говорит, что мир – это благо, это благо. Но я думаю, что даже если человек и не соглашается с этим какой, или некоторые люди не соглашаются с этим, то, по крайней мере, на интуитивном уровне, где-то внутри, даже не соглашающиеся с этим утверждением, все равно внутри себя любой человек, любое человеческое существо, если в нем хотя бы немножко человеческого даже остается всего, может, грамулечка какая-то человечности, все равно он должен понимать, что мир – это хорошо, что мир – это благо. Любой человек, ну, даже на подсознательном уровне, это должен, ну, уразуметь, понимать, потому что действительно это так, это правда, потому что Бог создал нас. Даже если человек отрицает Бога, и человек не хочет познавать Бога, и говорит, что все так вот, само собой, нечаянно, случайно произошло, как-то так, вот, знаете, вот, волею Его Величества случая. Вот, значит, но, на самом деле, волею Господа Бога весь этот мир появился, вот, из ничего Бог создал эту реальность, в том числе временное измерение в этом временном мире. Да, действительно, и время само это творение Бога, и мир этот был создан Богом. Да, и каждую субботу мы об этом вспоминаем, напоминаем себе и окружающим, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман и создан Господом Богом всемогущим, всемогущим, всесильным Богом нашим, Али Дуя. И в Библии здесь Бог называется в очередной раз Богом мира, Господом мира, Иегова Шалом, и в Ветхом Завете встречается тоже такое же, вот, это словосочетание, что Бог мира, Господь Он, Бог мира. Вот, и в такой немирный мир наш, будем договорить, Он приносит свой мир, поэтому в той песне, как правильно поется, очень хорошо, да, Валентина пишет, Господь наш добрый пастырь, слава Ему, аминь, аминь. Творящий мир в небесах, мир подарил нам и спасенье, да, народу твоему. Не помню всех слов, но там красиво, вот это мне нравится начало само. Творящий мир в небесах, аминь, подари нам и спасенье. Но Он подарил нам, можно потом перефразировать, мир подарил нам и спасенье, дал народу твоему, и воскликнем все, аминь. Даровал нам мир, там, там пелось, даруй нам мир, но Он уже даровал нам мир, поэтому надо перефразировать эту песню, как-то переначать, переделать. Многие песни надо переделать, но вот на такой истинный манер. Даровал нам мир, мир народу своему, даровал нам мир, даровал нам мир, даровал нам мир, мир народу своему. Даровал нам мир, Бог дарил, Бог нам дал мир. Надо подумать, как можно. Милана пишет, да, все мир и благодать от Господа нашего, так приятно подключаться каждое утро к вам. Спасибо, спасибо Милана, слава Богу. Надеюсь уже до, уже не такой уже долгой, до скорой уже встречи, вот, в январе, вот, буду в Харькове. А, кстати, если кто из Питера, сейчас смотрит из питерских, то, вот, буду рад общению, встречи сегодня, будут встречи в центре. Да, 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 очень спасибо, слава Богу. Вот, значит, сегодня буду, вот, в Александрово-Невской лавре, сегодня буду, там, на Невском проспекте. Поэтому пишите, 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 так что, вот, и пишите в Вайбере, и в Ватсапе, особенно питерские, откликнитесь, пожалуйста. Вот, многие христиане есть, боятся со мной общаться, потому что я уже евангелист, рецидивист, как бы для многих, многие пастыри даже шарахаются. Ну, Господь доброзумит братьев, вот, боятся общаться, потому что считают меня, вот, таким раскольником, евтиком, такая молва, что, мол, я скандалист. Но реформация, реформация, это вообще я человек мирный, но, как бы, но само служение, которым Бог призвал меня, оно действительно такое, ну, скажу так, конфликтное, будем так говорить. Вот, по-человечески немирное, а по-человечески очень часто то, что в глазах Божьих это мирное и мирным является, в глазах человеческих порой это абсолютно немирное. Вот, знаете ли, как, допустим, вот, такой пример, вот, праздник в воскресенье был, да, в традиционном православии праздник покрова был, в нашем календаре, слава Богу, нет такого безобразия, в реформаторском православном календаре, обновленческой нашей церкви православной, да, евангельской, у нас нет такого. Наоборот, мы даже, я пишу специально даже в календаре, писал тогда, по крайней мере, когда издавали мы, даст Бог, в 19-м году снова, вот, переиздадим. Этот календарь, так вот, значит, и там, значит, такая была вещь интересная, что на праздники, вот эти богородичные всякие праздники, праздники там такие оккультные, полуоккультные, я писал, что день молитвы, ну, как бы, освобождение душ от культа Богородицы и святых, там, от многобожия и долопоклонства, вот, чтобы люди обратились к живому Богу, к пастырю Овец Великому, кровью Завета Вечного. Слава Богу, как и сказано в Писании, в 13-й главе, да, евреям в 20-м стихе, слава Богу, спасибо Господу за все. Вот, и, я о чем вспомнил-то, вот, значит, там, значит, на праздник Покрова столько сообщений было, и многие поздравляли меня, но я там написал сообщение такое, что я не праздную подобный праздник, я считаю, что надо к Богу обращаться, одни к умершим, даже таким уважаемым, как Матерь нашего Господа Иисуса Христа, значит, Мария, знаете ли, и при всем уважении к светлой памяти, ее и других умерших святых, братьев, сестер наших, мучеников, преподобных, праведных людей, апостолов, пророков, ну, никто из них не может спасти нас, да и сам никто из них спастись не мог бы, у нас один спаситель, это Господь Иисус Христос, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, я писал об этом, да, и там одна сестричка мне ответила, что, ну, я, говорит, сама протестантка, но у меня в друзьях много православных, я вижу, вы православные, и поэтому посчитала, что вы тоже это почитаете, вот, и решила вас поздравить, как бы, значит, так вот, чтобы из чувства политкорректности такой, как бы, но на самом деле сестра хотела выглядеть мирной, вот, в глазах человеческих, в глазах православных, но на самом деле она несла раздор, разделение с Богом, самое главное, самый страшный раздор, самый страшный раскол, это раскол с Богом, вот, и сама того не подозревая, она лила воду на мельницу дьяволу, вот, вот, поздравляя людей с таким полуакульным и окульным празднеством, вот, она невольно становилась участницей вот этого обмана многовекового. Валентина Массен запишет, да, да, а я жду вас в Минск, да, аминь, аминь, да, я как раз вот планирую, вот, до того, как буду, значит, у себя в Киеве, то побывать в Минске. Да даст вам Господь успех ваше, Божий Дед, Аллах, на Ниве Божьей, да сохрани вашу жизнь и жизнь вашей большой семьи, аминь, аминь. Даниил пишет еще тоже, аминь, мир обманут во тьме, слава Всевышнему, который очистил глаза, уши и сердца наши, аминь, аминь. Действительно, Господь, Он дает свой мир и шалом, и Гова шалом, да, Господь мира, Бог мира. Самое интересное, что шалом, это не просто отсутствие войны, мир как отсутствие войны, в русском тоже есть такая вот игра слов, война и мир, да, война и мир. И часто мир называют вот именно просто отсутствие войны, но на самом деле еврейское слово шалом, оно гораздо глубже, чем русское мир. Еврейское слово шалом, оно означает именно мир с собой, мир с Богом, примирение с Богом, в первую очередь даже. Вот, шалом именно об этом и говорит. Шалом Алейхим, да, мы говорим. Шалом. Вот, и пусть Господь благословит, я еще раз прочту, просто вернусь к Писанию, послание к евреям, 13 глава, 13 глава к евреям, 20-21 стихи. Бог же мира, там, Егова шалом, да, Господь мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью, он воздвиг, Бог воздвиг Иисуса из мертвых, и он нас поднимает из гробов наших. Помните, как вот в пасхальных этих псалмах поется, что, значит, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий во гробах жизнь даровав. То есть, то же, что вот Бог воскресил Иисуса, и Он воскресит и нас, и воскрешает нас, поднимает нас из гробов наших. Слава Богу, нас, людей. Слава Богу. Поэтому у Бога нашего есть сила воскресения. Сила воскресения Христа, это сила Божья. Он воскресил, Бог мира, да, Егова шалом, Он воскресил пастыря овец великого. И дальше написано, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Через кровь святую Иисус, Он действительно стал великим нашим спасителем, Господом и пастырем нашим. И хотя на земле здесь у нас есть пастыри, да, значит, и отцы, и наставники, и учителя, и все это нужно в церкви на самом деле. Но, по сути, у нас один и пастырь, и отец, и наставник, и учитель, это наш Господь, Бог всемогущий. Потому что только лишь Он по праву может называться, именоваться вот этими вот титулами, этими именами. Действительно, и отец, и наставник, и учитель, и пастырь. Вот, и хотя Он ставит, да, в этой церкви, вообще в христианстве, да, вот в Христовой церкви Бог призывает к такому служению и пастырскому, и быть отцом, и быть наставником, и быть учителем. Действительно, но даже если мы так и называемся, даже если мы так вот и несем такое служение, то мы должны понимать, смиренно, мудренно понимать, что действительно один лишь пастырь, всем пастырам это говорю. Один лишь отец, всем отцам это говорю. Один лишь наставник, всем наставникам говорю. Один лишь учитель, всем учителям говорю. Как учитель Слова Божьего я прекрасно отдаю себе отчет, что один лишь учитель. И чем больше учительствую я, чем больше исполняю то, к чему Бог меня призвал, тем больше я осмиренно и больше и больше понимаю. С каждым годом все больше и больше понимаю. С каждым месяцем, порой с каждым днем понимаю, что действительно наш учитель это только лишь Господь Бог Всевогущий. Мы на земле не можем называться даже учителями, по сути-то. Вот такие мы учителя. Бог призвал, да, к служению такому, нести это служение, но я понимаю, смиренно, мудренно понимаю, что один наш учитель это сам Господь Бог Всевогущий. И отец, и наставник, и пастырь. И пастырствует он кровью завета вечного. Он действительно подлинный пастырь, истинный пастырь. Спасибо тебе Господь за все. Благословен ты Бог наш. И дальше написано в 21 стихе. Да усовершит вас, то есть усовершенствует, да, как бы, пусть он усовершенствует нас, в чем? Во всяком добром деле, к исполнению воли его, производя вас, ну, во всех нас, благоугодно ему через Иисуса Христа, ему слава во веки веков. Аминь. Да. Благодарю Бога Всемогущего. Благодарю Господа за кровь святую, завета вечного, за пастыря великого нашего Иисуса Христа. Благодарю Бога Всемогущего. Отец наш, сущий на небесах. Аллилуйя. Да святится имя Твое. Благодарю Тебя, наш Бог и Царь. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Господь. Бог Всемогущий. Благословен Ты, Бог наш. Господь мира и Его Вашалом. Воздвигший из мертвых пастыря нашего, пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Искупителя рода людского. Ты, Бог Всемогущий и Его Вашалом. Ты действительно примирил с собой весь мир. Боже, не вменяя людям преступления их. Во Христе, не вменяя людям преступления их. Во Христе примирил с собой весь этот мир. Боже, и во Христе Ты дал нам слово примирения. Благословен Господь, Бог Всемогущий. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. Благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю. 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 Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Иеговы Шалом. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Брат мой. благодарю о дух святой ты всегда со мной ты мой герой утешите за все я благодарю за все я благодарю благодарю тебя господь благоставляя великое имя твое бог наш всемогущий благословен ты царь наш благословен господь и в этот мир немирный пошли свой мир господь потому что мир этот нуждается в твоем мире в твоем шаломе этому миру нужен твой шалом господь действительно и ты послал свой шалом этому миру через сына своего возлюбленного иисуса христа праведника господа нашего аллилуйя слава тебе господь слава тебе царь вселенной благословен ты царь наш благословен господь благослови сегодня нас боже аминь 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 братья и сестры и совершим сегодня хлебопреломление причастия евхаристию причастия тела крови господа иисуса христа многие тоже пишут по этому поводу я думаю надо записать об этом даже отдельное видео вот именно касательно причастия хлебопреломления я семинары проводил подобные уже но у себя в церкви в киеве вот и знаете но нужно видимо это повторить вот и плюс еще это нужно сделать записи действительно можно даже онлайн такой семинар проведу вот но по крайней мере разъяснительно нужно хотя бы такие короткие такие видео сделать потому что много всяких суеверий касательно причастия в христианстве ну и как и в других многих таких традициях христианских очень много всяких таких недомолвок таких суеверий но совершаем причастие самое главное причастие это наше рассуждение о теле крови господа иисуса христа есть недостойное причастие да есть недостойно тело крови иисуса недостойно причащаются те что не верует в полное прощение господа иисуса христа этим оскорбляется благодать дух святой оскорбляется этим этим оскорбляется кровь завета вечного а каким образом правильно причащаться друзья веровать что кровью иисуса христа я прощен полностью прощен абсолютно то что было то что есть то что будет это мы живя во временном пространстве в этом временном мире в этом реальном мире но лишь немного и зная о божьей реальности трудно себе представляем каково это как это может быть но с позиции вечности с позиции более реальной реальности божьей реальности это так действительно так потому что бог есть вечный и мы по сути есть вечное но мы вечные но живем во временном сейчас до во временном этом измерении само время это творение бога одно из творений бога всемогущего валентина пишет да тоже и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление аминь евреям 912 одно из таких тоже очень хороших мест писания вообще посланник евреем личность иисуса высвечивается как великого ходатай нового завета первосвященника посредника который его однажды и навсегда приобрел искупление вечное живя во временном пространстве до временном этом измерении трудно себе нам представить действительно я себя ловлю на мысли часто на том что да очень трудно представить вот эту вечность ну даже мне тому кто однажды заглянул за ширму времени за завесу времени будем договорить но это было давно правда уже прошло много лет но до сих пор вот я понимаю что даже какой-то камертон как бы какой-то духовность остается вот этот вкус вечности послевкусие даже точнее даже вечности уже вот значит и я понимаю что действительно это великое чудо но с позиции вечности именно так оно и произошло бог простил всего человека я скажу так что евангелие иисуса христа это скажу откровение которое уже два тысячелетия раскрывается и все никак не раскроется оно раскрывается но такое ощущение что знаете как бутон он вроде должен раскрыться но все никак не раскроется но я верю что однажды раскроется этот бутон благодати божьей уже сейчас раскрывается многие называют проповедники вот это раскрытие это называют сравнивают с революции благодати божьей вот значит джозеф принц допустим об этом говорил там другие проповедники говорят об этом вот значит и действительно это можно сравнить революции благодати божьей то есть это как бы откровение которое она всегда в теле христа и было и есть и будет но сегодня я молюсь о том чтобы это откровение она раскрылась во всей своей полноте хотя я понимаю что человеческим умом всю эту полноту не обхватишь действительно так она и есть аминь светлана пишет аминь братья и сестры и иисус христос ни много ни мало в новом завете сравнивается с новым адамом действительно это так вот и как ветхий адам и все люди после адама того первого нашего про 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 прощера да про отца пять тысяч семьсот семьдесят девять лет назад который был сотворен и вот к сожалению значит послушав жену свою вот вот впал в нечестие такое и история человечества пошла в кривь и в кость но бог он искупил свою вину перед нами и нашу вину перед ним мы примирились кровью завета вечного кровью агнца божьего иисуса христа и сам иисус христос называется новым адамом и как до иисуса до нашей эры каждый человек он нес на себе ну даже самые праведные люди вот это зло и начало как вот в иудаизме принято называть в еврейской традиции мы называем злым началом это ра ра значит в христианской традиции на быть обычно называем это первородным грехом но как говорится хрена резки не слаще это принципе одного поля ягода это зло которое поселилось в человеке и любой человек любое человеческое существо значит действительно до иисуса христа неизбежно несло в себе это злое начало да и сегодня большинство людей так или иначе несут себе это злое начало но единственное что есть для нас для всего человечества это новый адам верой в которого это злое начало убирается с человека не просто вообще перерождается человек он рождается новое творение во христе иисусе шутка ли это действительно это великое благо это великая благодать с этим ничто не сравнится вообще новое рождение духовное рождение рождение свыше и до иисуса христа об этом говорили мудрецы еврейские и никодиму иисус сказал что ты один из учениц израиля ты об этом раз не знаешь об этом все говорили в то время до иисуса христа за столетие до рождения иисуса об этом в иудоизме говорили уже в школе гелеве школа шамая об этом спорили даже в школе шамая говорили о необходимости духовного перерождения свыше рождения которое бывает от встречи с всевышним богом вот но я так понимаю что до иисуса христа действительно до машиаха здесь было в этих темах было больше вопросов нежели ответов но ответ явился лично это была личность это и является личности ответом является сам иисус христос никто иной ибо мы сделали с причастниками христу если только начатую жизнь твердо сохраним до конца аминь евреям да действительно слава богу поэтому для верующих великое благо есть для верующих и сегодня по после уже иисуса христа любой человек хочет он это или не хочет даже самые отъявленные негодяи на этой земле какие жили были там я не знаю но гитлер сталин там хошимин чаушеску там мао цзадун чикатило какой-нибудь там джек потрошитель там не за какие там еще можно назвать этот граф дракула там какой-нибудь там румынский и прочее 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 то есть много можно назвать негодяев как бы но опять таки в нашей истории человеческой вот в эти два тысячелетия много было нервон тот же самый уже после иисуса но сколько он кровушки попил церкви божьей знаете ли вот дядь литян там другие гонители церкви божьей вот можно много имен назвать но даже эти люди каждый человек все равно он даже сын как маугли вырос среди животных и человек других людей не знает и лишен дара речи все равно несет на себе уже вольно-невольно но печать уже нового адама иисуса христа потому что два тысячи лет назад ход мировой истории он изменился кардинально новый адам иисус христос с него новое человечество пока это ростки еще раз точки пока это только еще проблески до миллионы до сотни миллионов уверовавших да значит сегодня на земле миллиард там больше христиан ну опять-таки христиан разных очень и номинальных и реальных христиан вот значит но бог хочет вообще чтобы все люди спаслись и достигли познания истины а я знаю и с вами по секрету поделюсь то что он хочет он добьется он не просто мечтатель на теле манилов такой помните мертвого душа он не мертва душа бог живая душа а он не манилов щиной страдает он если уж мечтает так он свою мечту воплощает и он все для этой мечты для осуществления этой мечты уже сделал собственно уже сделал ибо един бог един посредник дальше написано я между богом и человеками человек христос иисус и во имя иисуса христа совершается искупление это и совершится спасение всего роду людского аллилуйя спасибо тебе господь сегодня совершаем хлеба преломление причастие христию благодарим бога за все это преддверие вечной радости увертюры вечной радости это мы вкушаем уже хлеб в царстве божьем блажен кто вкусит хлеба в царстве божьем и мы уже сейчас вкушаем хлебушек этот в царстве божьем мы говорим что это хлеб это тело господа иисуса христа и вкушаем хлеб иисуса аллилуйя вкушаем и новое вино в царстве божьем пьем плод виноградной лозы поднимаю во имя господне во имя иисуса христа аминь благословен бог наш царь всей вселенной давший нам хлеб из земли аминь аминь благословен бог наш царь всей вселенной давший нам плод виноградной лозы аминь благословен бог наш и его вышелом примиривший с собой весь мир не вменяя людям преступления их и давший нам слово примирения и давший нам действие примирения причастия тела крови сына твоего иисуса христа ты дал нам слава тебе господь кровью завета вечного божия и кровью иисуса христа я спасен рассуждаю о теле христа я верую и провозглашаю устами своими исповедую что иисус христос господь мой и спаситель и искупитель тело его было ломимо за мои грехи кровь его святая была пролита за мои грехи и я прощен абсолютно полностью навсегда 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 исцелен благооставлен всеми благословения небес навсегда 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 кровью иисуса христа телом ломимом его я благодарю тебя господь за жизнь и жизнь с избытком дар твой вечной жизни во христе иисусе господи нашим благодарю тебя боже аллилуйя спасибо тебе господь тело христово примите источника бессмертия вкусите аллилуйя 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 аминь аллилуйя аллилуйя спасибо господь спасибо господь спасибо что телом твоим святым ломим на кресте ты искупил меня и кровь твоей святой аминь спасибо тебе господь я рассуждаю о теле твоем и крови твоей боже спасибо спасибо милости царь мой и головы шалом спасибо спасибо за жизнь вечную дар твой спасибо за субтитры спасибо за гонгофу и за кровь за воскресенье твое за победу твою благодарю тебя спасибо за субтитры Спасибо, спасибо! Аллилуйя Аллилуйя Спасибо Господь За причастие Тело и крови Твоих За жизнь вечную Иегово шалом Бог мира Воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровью завета Вечного Ни временного Ни сиюминутного Ни какого-то там На какое-то время лишь определенное Вечного Потому что Иисус Агнец от века закланный Как это? Мы не можем понять Человеческим умом Непостижимо Потому что живя во временном нашем измерении В этом временном мире Категории вечности нам очень трудно даются И очень сложно представить себя Но действительно Иисус Агнец от века закланный И кровь его завета И кровь его завета Вечного Невременного Мы вкушаем вечности Вечность Причащаясь к телу крови Иисуса Мы вкушаем вечность Не временность А вечность Господа нашего Иисуса Христа Да усовершит вас Всех нас Да усовершит нас Можно так перефразировать Да усовершенствует нас Во всяком Добром Деле К исполнению Воли Его Производя В нас Так можно перефразировать тоже Производя в нас Благоугодно Ему Через Иисуса Христа И дальше говорится Ему слава Во веки веков Аминь 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 Слава тебе Господь Благословен Бог наш Царь наш Господь наш Иегова шалом Бог мира Воскресивший Пастыря овец великого Кровью завета вечного Господа нашего Испасителя Иисуса Христа Благословен Господь Завет вечный Положивший в крови Сына Своего Благословен Господь Бог наш Давший нам Кровь Завета вечного Вкушать Боже И мы с тобой Одной крови Ты и я Мы одно целое Ты кровь Твоя В моих жилах Я часть Тебя Твоей плоти Твоего тела Слава тебе Господь Благословен Бог наш Благословен Господь Аминь 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 Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё На Тебя Не даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом Нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы Нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Аллилуйя Аминь Его сестра Валентина Напоминает Псалом 102 Благослови душа Моя Господа И не забывай всех Благодеяний Его Он прощает Все беззакония Твои Исцеляет Все недуги Твои И избавляет От могилы Жизнь Твою Аллилуйя Аминь 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 Благословляю всех вас Братья и сестры Дорогие друзья И во имя Господа Если вы в Петербурге Эти дни То напишите мне Ватсапе Вайбере Вот По моему номеру Российскому Плюс 7 Или 8 Там как Ну плюс 7 Обычно пишу Код России И сам номер 915 780 48 74 Ну там все Под этими видео И под этой трансляцией В том числе Есть более полная информация Я прошу Вас так же Эту информацию Прочтите Вот Значит И Поделитесь С вашими друзьями Кто молитвенно И финансово Может участвовать В моем служении Господу И здесь В России И в Украине В Украине Сейчас Вот До января месяца Я объявил Сбор Пожертвований Значит Чтобы в январе месяце В середине января Уже издать Сборник статей Даже если не будет Не хватит На весь На полный сборник Потому что там Большая сумма будет То по крайней мере Частями Чтобы издавать уже ее По любому Я буду издавать Даже если будет Это одна газета Лишь маленькая газета Все равно буду издавать Вот Но Желание конечно Не только газетный вариант сделать Но и журнальный вариант сделать Как было Когда-то сделано Мною В 2003 Еще В 2003 Или 2004 Годах 2003 год Да был В конце 2003 Я так думаю Как раз было Вот это издание Сборник статей Назывался он Живая церковь Ну в этот раз Может быть даже С таким же названием И издам Посмотрим Дело не в названиях А в самой сути Ну и более точно Уже Объявлю Позже Вот Конечно Книжный вариант Будет очень дорогой Поэтому я думаю Что сделаем Либо журнальный вариант Либо газетными Такими вариантами Но сбор Объявил уже я Вот Остается Чуть больше Двух месяцев Поэтому Участвуйте Кто в Украине Или ваши друзья Может быть в Украине Или ваши Ростренники В Украине Вы можете Дать им Номер Там карточки Приватбанка И мобильные номера Life И Киевстар Life И Киевстар Их можно пополнять С любой точки Украины И тем самым Участвовать Как раз В этом Моем служении Господу Но Все эти деньги Которые там накопятся К январю месяцу Я буду использовать Именно на эту цель Определенную цель Это целевой Такой будет Целевой сбор Я объявил Это Сборник статей Посвященных Реформации Как раз Обновлению Православной Церкви И вообще Христианства Мирового Слава Богу Сборник Моих статей Отнесло Ну там Не только Мои статьи будут Но в основном Мои статьи будут Там Пусть Бог Благоставит вас Всех Во имя Господа Иисуса Христа Вот Благоставляй вас Аллилуйя 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 Спасибо тебе Господь За эти трансляции Благодарю тебя Боже За всех Кто подключался Слава тебе Боже Всемогущий Благослови Господь Благослови Господь Благослови Господь